Жилищные споры на Даниилово продолжаются. Напомню, в 2011 году там сгорел двухэтажный жилой дом. Тогда более 50 человек остались без крыши. Над головой забили тревогу теперь уже их соседи. Жители дома номер 38 боятся, что история повторится. То есть случится пожар и люди также останутся без крова. Насколько опасения жильцов обоснованно разбиралась Мадина Рамазанова. Ночь, улица, фонарь из потолка квартиры. Такое вот незапланированное окошечко в крыше у Исмаила Исмаилова появилось неделю назад. По соседству активно работает. Сносит, разрушает. А вот когда будут созидать то, что сломали, остается неизвестным. Вот здесь в воротах стояла разветвительная коробка, которая шла отопление. 41 номер, 37, 39, 41, 43, 45. Все эти дома на той стороне от этой вилки шли. Наш весь квартал, короче говоря, отрезал. Это здесь не положено, это неправильно сделано. Что, 30 лет было правильно, теперь неправильно, что ли? После пожара в 2011 году на месте Даниилова, 40, строят многоэтажку. Застройщика люди в лицо знают, но видят редко. За все, что происходит на территории стройки, отвечают рабочие. По инициативе хозяина будущей высотки месяц назад на Даниилово, 38, отрубили отопление. Скоро холода, жить в таких условиях, тем более с детьми, просто невозможно, признаются жители. Мы переживаем, что с нами будет, как мы будем проводить дальше зиму, зима впереди. По согласию с Дактеплосетью, видимо, застройщик отрезал нас от центрального отопления. И восстановление этого отопления, оно, конечно, предоставлено на наш... Мы сами должны этим заниматься. Никаких мер безопасности. Разве что вот эта вот покосившаяся лента. Здесь постоянно летят булыжники, а то, что не летит, то горит. Причем смог распространяется по всему району. Соседи уже вызывали полицию, после чего жечь все подряд строители перестали. Но, как оказалось, ненадолго. Они говорят, что нам сказали зажечь вот эти старые бревна. Я начала возмущаться. Я говорю, сколько можно? С утра, говорю, горит. Дома дышать нечем. Прямо вот здесь стоит какой-то ком. И у детей, естественно. Я им сказала, если вы отравите моих детей, я буду подавать на вас прокуратуру, говорю. И уже там разберутся с вами. У жильцов есть и другие опасения. А не повторится ли история с таинственным поджогом 2011 года? И дело здесь не только в безалаберности рабочих. Я говорю, что-то почерк повторяется. Поджоги бесконечные, отключение газа, отключение тепла. Выживают, просто выживают и все. В полном смысле слова. Недавно, признаются жильцы, в доме действительно случился пожар. Более того, поджог это или случайность до сих пор не выяснили. Есть видео, на котором ребенок, просто проходя мимо, подносит зажигалку к мебели и поджигает ее. Все снято на видеокамеру. Материалы переданы советские РОВД. До настоящего времени, со 2 мая, дело еще невозможное. Они опросили девочку, которая совершила поджог. Она говорит, что проверяла зажигалку, работает или нет. Мы им говорим, вы допросите нас, соседей. Мы знаем больше. Мы можем дать показания, от кого она пришла. Пусть они допрашивают ее родителей. У них несопредственные показания. Все это делать следователь не хочет. Скоро и правда начнутся холода. Дожди в городе уже активно льют. Тем временем у жителей нет отопления, в потолке зияют дыры, а сами они живут в постоянном страхе. Что со всем этим делать, жильцы пока не знают. Говорят, осталась одна надежда на городские власти, которые, возможно, повлияют на бесцеремонных застройщиков и наведут, наконец, порядок на улице Даниелова. Майдин Рамазанов, Руслан Гаджиев, Рамазан Амаров. Время новостей.